Кто пойдет служить в армию, будет решаться целых три месяца. Именно столько длится призывная кампания. Началась она 1 октября. Призыв у нас стартовал, комиссия уже идет. Ребята призываем, все идет в штатном режиме, по плану. Предварительный наряд на Соликамске – это порядка 140-150 человек. В какие войска нужны наши соликамские ребята, точно пока сказать сложно. Однако военный комиссар сообщил, что в этот осенний призыв несколько ребят обязательно попадут на службу в президентский полк. Количество пока также неизвестно. А также могут заключать контракт граждане, не проходившие военнослужбу, но имеющие среднепрофессиональное или высшее образование. Это норма приступила с прошлого года. Могут уходить по контракту, заменяя службу по призыву. Значит, денежное удовольствие, социальные гарантии, денежное удовольствие от 25 до 60 тысяч рублей. Величина зависит от выслуги лет, классности, условий прохождения военной службы. Отдаленности также предусмотрены премии за личные достижения и ежегодная материальная помощь. Жалования солдаты на службу по контракту получают намного больше, чем на срочной службе. Да и в целом можно получить больше плюсов от социальных выплат до квартиры. Поэтому, если вам даже не пришла еще повестка в армию, но служить вы хотите и готовы даже по контракту, обращайтесь по телефону 2-22-91, либо приходите по адресу улица Большевицкая, 50. Добавим, родители и жены тех, кто ушел служить на год, имеют право на определенные социальные гарантии. Например, меньше оплаты ЖКХ. Подробную информацию вы также можете получить в военкомате, либо в социальной защите населения по телефону 4-34-41, либо приходите по адресу улица Лесная, 38А.